Всем привет, ребятки! В этом видео я вам покажу обзор на мой рабочий стол, так как многие просили снять такое видео, и я обещала его снять на 350 подписчиков. Также спасибо вам большое за 350 подписчиков, я вас очень сильно люблю, спасибо тем, кто остаётся со мной. Ну а мы с вами начинаем! Вот он мой стол, выше тут находятся мои фоточки старые, также вот такие вот мозаики, которые я делала в детстве. Фоточки я вам не буду показывать. Дальше тут у меня находится вот такой вот попугайчик, также тут у меня ластики вот такие вот фигурчатые, также тут у меня степень для вот таких вот механических карандашей, дальше там ластик, тут потом всякие карандаши, такая вот, кстати, кисточка прикольная, ручки, которыми я пользуюсь чаще всего. Очилка, тут у меня мой мусорник, дальше тут у меня мой пенал находится, учебники, да, их очень много. Дальше тут у меня находится мой органайзер вот такого, сейчас я вам его поближе покажу. Тут у меня находятся такие вот различные фломастеры, также карандаши, вот ручки, также вот такой вот белый маркер, да, он существует. Тут тоже, чем я в основном пользуюсь? Также такой, также вот еще текстовый делитель тут находится, мы тоже самое любимый неновый. Тут я решила распределить фломастеры, тут они у меня под цветами все, чтобы было легче. У меня только два розовых, да, с розовым у меня цветом дефицит, я его использую не так уж часто, я думаю, вы это заметили. Также у меня тут еще находится вот такой вот набор ароматизированных фломастеров, вот такие вот, из Fixed Price за 99 рублей. Они очень хорошие, ребятки, они почти как маркеры на спиртовой основе, то что почти не оставляют полосок, они почти не полосят, из-за этого я их и захотела. Просто видела обзор на них. Тут вот такие вот цвета и зеленые, кстати нет голубого, есть, точнее синего нет, тут есть голубой, желтый, фиолетовый, розовый, красный, темно-розовый, черный и там коричневый есть, да. Дальше тут у меня находится тоже органайзер, я вам его сейчас покажу. Вот такой вот органайзер, тут у меня находятся мои такие вот цветные скотчи, тут также скотчи есть, даже есть вот такой вот очень также маленький скотчик в виде шопкинсов, где тут не нужны ножницы. Я думаю, вы знаете такие скотчи, вот, тут их очень много, тут есть также вот такие вот бумажные скотчи и вот такие вот. Дальше тут у меня находятся штампики различные, я их не использую, но возможно скоро буду использовать. Вот такой прикольный штампик. Также тут у меня еще есть вот такой вот дырокол в виде кораблика, я думаю, вы видели такие сюрпризики с этим дыроколом. Такими вот корабликами прикольными. Дальше тут у меня находятся ножницы, также... Так, все, там я больше не буду показывать, ножницы нельзя показывать, вы ничего не видели. Если что, дальше тут у меня находится мой блокнотик, я тут, в общем-то, что-то записываю. Тут у меня находятся вот такие вот два пакетика, я на них скоро хочу что-то нарисовать. Также тут у меня находятся сюрпризики от моих друзей. Тут я решила приклеить такую стежинку. Тут у меня вот такие вот различные листочки. И мне тоже пригождаются видео. Также я скоро хочу заменить вот такой вот мой органайзер. Также тут на столе у меня находится органайзер, 10 цветные карандаши, оранжевые, розовые. Также вот тут что я чаще всего использую, фиолетовые и так далее. А нише стола тут у меня. Такие вот полочки. На верхней там у меня мои блокнотики. Тут у меня вот такие вот простые карандаши разной твердости. Тут вот такие вот фломайзеры тоже киевские. Они, кстати, мои самые любимые. Маркеры-то я тоже люблю, но они пока что еще не пришли с Алиэкспресса. Такие вот на спиртовой основе, я думаю, вот такие, знаете. Дальше тут пастель у меня. Дальше тут карандаши лежат цветные, которыми я не пользуюсь. Они твердые, я их не люблю, что тут пластики, точилки и так далее. А еще ниже тут у меня находится полочка, где находится просто мой клей, скотч и вот такой вот клей, которым я пользуюсь. А тут у меня находятся просто мои разные рисуночки. У меня все-таки вот три больших конверта, можно так сказать. Например, первый лист коллекционера. Тут, по-моему, сюрпризики, а тут пакетики находятся. Еще при изучении я вам покажу. Вы меня спросите, почему я не делаю пиар тем, кто выиграл. Я, ребятки, буду делать в следующих видео, то есть в следующем видео, где будет распаковочка бумажных сюрпризиков. Так как, может быть, это видео и то видео неинтересны. Как делать фон, взор на мой стол и все такое вот. Так что будут пиарчики для двух еще людей в следующем видео про распаковку бумажных сюрпризиков. Также я вам сейчас заспойлерю немножечко мою коллекцию. Вот такая вот будет коллекция. Тут три сюрпризика, вы далеко видите, другие на другой стороне. Вот эта будет коллекция, называется Пупырка. Пакетики я уже сделала, там осталась на них только нарисовать эту пупырку и все. Также лист коллекционера. Вот. Первый лист коллекционера. Тут у меня находятся различные пакетики. Вот еще. Это вообще не лист коллекционера. Это просто там сами открывали пупси слайм. А, нет, там сами открывали сюрпризика кашечка. По-моему. Можете также посмотреть видео. Вот такие вот у меня были пакетики, как сюрпризики, все даже говорили. Вот этот сам пупси слайм. Тут у меня различные вот такие вот пакетики. Думаю, я вам их не буду показывать. Если же хотите такое видео, какие у меня пакетики тут остались, то также пишите в комментариях. Вот такие вот пакетики. Очень прикольные эмоджики. Дальше. Вот тут вот я даже не помню сама, что тут находится. А тут находятся просто... Такие вот от шариков. Оу. Дома еще другие пакетики. О, это когда я давно моя подружка мне дарила. Вот, когда я еще даже не снимала на YouTube. Вот и так далее. Тут, в общем-то, тоже пакетики, сюрпризики. Листы коллекционера. Вот. Дальше и тут я решила так вот украсить пакетиками самими. Тут также такой бантик. Ну, кстати, на этих есть закрывашки? А тут нет. Тут пакетики покрасивее, мне кажется. Вот такие вот. Тут у меня просто пакетики. Их тоже очень много. Различных. Вот такой вот мне очень нравится пакетик. И вот такой вот. Неоновый мне тоже очень нравится. И такой очень прикольный. В общем-то, у меня все пакетики. Вот такую вот мою самодельную клеточку. Вот мое видео и подошло к концу. Кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Думаю, вам оно понравилось. Идейки для видео и для бумажных сюрпризиков, пишите в комментариях. Я обязательно сделаю сюрпризики или ваше сниму такое видео. Всем пока-пока. До новых встреч.